Важным замечанием является то, когда не создаются локальные пространства имен. Они не создаются, когда мы используем условный оператор или циклы. Давайте рассмотрим три простых примера. В первом примере давайте сначала определим переменную x с каким-нибудь соучисленным значением. В нашем случае это будет 13. С тем мы определим вот такой вот условный оператор. Он проверяет, является ли x нечетным, и если x является нечетным, то он добавляет к нему единичку. Стоит заметить, что здесь мы используем то же имя самое x, которое мы определили вот здесь. То есть данный условный оператор гарантирует нам, что вместо x мы получим наименьшее четное значение, больше либо равное данного. Давайте проверим. То есть если мы ввели сюда 13, то мы бы получили значение 14. Если бы x был равен, допустим, 27, мы бы получили, например, 28. А если бы x был, например, четным, то есть 12, мы бы все равно получили 12. Во втором примере с помощью конструкции inRange от 5 наш счетчик i переберет значение от 0 до 4. То есть вот этот, собственно, сам аргумент, который мы передаем внутри range-а, он не включается. Внутри же тела цикла мы создадим новое имя, которому мы присвоим квадрат от i. Затем мы сложно убедиться в том, что значение, кстати, на 16, то есть квадрат от 4. Таким образом, внутри цикла for мы создали имя, которое попало в текущий namespace. Наш текущий namespace был глобальным. Последний пример, скорее, о том, как делать не нужно. Здесь мы внутрь цикла for передаем пустой список. Цикл for должен переимбирать элементы этого списка, однако как элементов в списке нет, то и в тело цикла он никогда не зайдет. А раз в тело цикла он не зайдет, то если вне тела цикла мы попробуем вывести на экран значение имени y, то возникнет ошибка nameError, которая скажет нам, что на самом деле имя y не определено. Таким образом, условные операторы цикла не создают локальных пространств имен. Прежде всего, это удобно тем, что мы можем использовать и изменять переменные уже в текущем пространстве имен. Также мы можем создавать новые имена в этом пространстве имен, однако здесь стоит быть внимательным и аккуратным. Если по тем или иным причинам вы не зайдете внутрь условного оператора или цикла, то и имя в текущем пространстве имен вы не создадите. Субтитры создавал DimaTorzok